Вопросы национализма Вопросы национализма Вопросы национализма Вопросы национализма Вопросы национализма Вопросы национализма о чем я сейчас даже говорить не хочу. Рановато. Но я могу сказать только одно. Опубликование этих документов очень сильно заинтересует общество. Боюсь, что власть тоже заинтересуется, но может быть в другом смысле. В любом случае равнодушными не останется никто. Константин, сейчас режим испытывает кризис или он силен как никогда? Сейчас я бы сказал так. Режим существует в режиме последней вспышки. Уже абсолютно всем понятно, что просто по причинам, я бы даже сказал, биологического характера Путин и путинское окружение, ну в общем, конец-то уже виден. Да, Путин еще может какое-то время сидеть. Это время может быть даже долгим. То, что сейчас сидит он на половинке задницы, не значит, что он непременно с этого места слетит. Но реально, скажем так, возможность инициативы очень маленькая. Возможность предложить что-то новое. А Путин предлагал в свое время много нового. Интересные предложения общества практически исчерпаны. Удивить, поразить или даже напугать чем-то Путин уже, наверное, не может. Все, что он может, это продолжать ту политику, которую вот он сейчас ведет. И то, что эта политика не вызывает энтузиазма, это тоже видно. Константин, а готовы националисты предложить новую национальную идею для народа, для широких народных масс и повести за собой? Да, конечно. Мы действительно к этому, пожалуй, вот сейчас готовы. Тем более, что мы не предложим ничего особенно удивительного, страшного или оригинального. Мы предложим для России путь нормального национального и демократического развития. Это путь к национальному государству. Таким путем уже прошли все европейские страны. Кто раньше, кто позже. Совсем недавно на наших глазах этим путем прошла Восточная Европа. Мы, в конце концов, органическая часть Европы. Мы тоже пройдем этим путем. Я бы сказал так, что завершение европейского строительства, строительства единого гигантского европейского пространства, наконец-то произойдет, когда Россия станет свободной национальной демократической страной. И я очень надеюсь, что это произойдет достаточно скоро на наших глазах и с нашим участием. В середине 90-х годов, я помню, была такая история. Игорь Борисович Чубайс говорил о том, что Кремль заказал новую национальную идею сформулировать. Вы можете ее сформулировать прямо сейчас? Я враг национальной идеи. Я считаю, что есть естественное развитие нации и никакой национальной идеи нет. Что есть? Есть, во-первых, стратегические задачи, во-вторых, необходимость реагировать на меняющуюся и очень быстро в последнее время меняющуюся ситуацию вокруг нашего народа. То есть, если в 19 веке следовало бы заботиться о том, чтобы люди с голоду не умирали, чтобы была высокая производительность в сельскохозяйстве, и тогда можно было бы прокормить семьи, состоящие в среднем из семи человек, семь детей на русской семье, это было нормально, то сейчас следует думать, а почему бабы не рожают? Вот такое грубое, может быть, выражение, но тем не менее, почему женщины русские отказываются рожать детей, почему им страшно? И на данном этапе это и есть национальная идея. Национальная идея, вообще любая идея, которая формирует нацию, если уж говорить в таких вот категориях, она всегда наднациональна, она никогда не живет внутри нации. И, как правило, она религиозна. В этом плане наиболее показательной является идея еврейского народа, которая религиозна, безусловно. Безусловно, является идея всемирного исламского халифата, за который идут народы слепо достаточно. Соответственно, такая идея, в принципе, была и у русских, это построение некоего царства Божия на земле. То есть государство, которое бы отвечало, в первую очередь, нравственным, духовным ценностям, которые декларировались религии. Но нельзя сказать, что это русская национальная идея, это, в вашем счете, общечеловеческая идея. А нации не нужно искать каких-то идей, там, коммунизма, ленинизма, марксизма, путинизма. Это бессмысленно. Необходимо просто жить нормально, не надо изобретать велосипед. Все уже давно написано, все сказано, следует выполнять. То есть государство не должно витать в облаках. Оно должно людям дать возможность сейчас жить не в будущем, а сегодня. Чтобы сегодня моя родственница, моя жена не боялась родить ребенка. У нас есть сегодня государство? Ну, смотря что называть государством, безусловно, у нас есть государство. Другое дело, что оно не у нас, оно вообще есть, и мы среди него живем. Мы живем под его властью. А как государство русских, безусловно, его нет. То есть то государство, которое защищалось тысячу лет, которое строилось, его нет. Оно не исторически, эта преемственность не соблюдена. Не самое главное по своей сути, потому что государство не декларирует даже в законодательстве как свою задачу, что это государство, например, русского народа. Про нас просто забыли. Ну, это как минимум несправедливо. Когда вы придете к власти, первым указом у вас будет какой? Запрет аборта. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!